Доброго здоровья, друзья! Обращаюсь к вам на этот раз от имени Дарьи. Несчастное животное получило две пули в позвоночник. И случилось это возле Задонского монастыря. К нам обратилась матушка Арсения за помощью. И, разумеется, мы не могли отказать и помогли с радостью. Кошечку сразу отвезли в клинику, к нашему другу, к нашему доктору Эболиту Сергею Баркову. Получается, от пули не чувствуют, получается, с задних ног. И он просто ее стер. Да. Это просто стерто, конечно. Потому что на ней ползает. Травма – это не один день. Да, замок, конечно. Здесь же потертости на этой лапе, вот они наблюдаются. Но не в такой большой степени. Ну, на той больше перемещалась. Перемещалась. Присутствует это не мочевого пузыря, который, скорее всего, не восстановится. Это что такое? Мочевой пузырь не работает. Ага. То есть в туалет? В туалет только принудительный. Только отдавливать. Ага. Скорее всего, это уже не восстановится. Потому что травму… Ну, это все уже длительное время. Сделали снимки, сделали КТ. Страшно то, что вот такой поломанный ребенок с перебитым позвоночником очень долго ползал. Как девочка осталась жива, неизвестно. А еще, ребята, очень трогательно то, что кошка с вами разговаривает. Вы разговариваете с ней, а она отвечает вам. Словно жалуется. Животные разные. И некоторые просто трогают душу до глубин. Это Дарья. Девочку прооперировали. Одну лапку пришлось удалить. Девочка Закончилась операция у нашей малышки, у нашей лапочки. Будем сейчас потихонечку чуть-чуть отогреваться и приходить в себя. Кошка реально хочет жить. Она настолько, понимаете, открытым своим мяу заявляет, что я хочу жить. Кошка не сдалась и рука не поднимется отпустить ее. Иногда, знаете, приходит такая мысль, когда смотришь на искалеченное, чудовищное искалеченное животное. У какой-то ведь твари не дрогнула рука, и он выстрелил в нее два раза, и две пули попали в позвоночник. Я хочу только пожелать этому уроду, чтобы когда он предстанет перед Высшим Судом, чтобы его просто в наказание обрекли на жизнь такого же бездомного зверя. Если это возможно, в мечтах, очень хочется в это верить. Перед Вами Дарья. Сейчас у нее проблема с мочевым пузырем. И все-таки мы надеемся, что сможем помочь. Ее выздоровление только начинается. К сожалению, операция сделана опять в долг. Друзья, мы все перед Вами, наша душа перед Вами открыта. Все наши новости, пожалуйста, заходите, присоединяйтесь, поддерживайте. Потому что бездомные, те, кого мы годами, веками приручали, сейчас брошены на произвол судьбы. Я знаю, что повторяю почти одни и те же слова, но мне кажется, они правильные. И мое обращение к Вам, как к друзьям, как к тем, кому я доверяю, на кого надеюсь. Потому что Вы наша жизнь, мои хорошие, Вы наша жизнь. Наша, вот этих бездомных, вот этих искалеченных, вот этих маленьких, вот этих малышей, которые сейчас у меня под ногами кувыркаются и рычат, Вы наша жизнь, друзья. Сегодня мы спасаем Дарьи в этом ролике, а материал уже готовится на следующий. Сегодня на дороге подобрали сбитого пса, довезли до клиники, и первый осмотр показал, что у него тоже переломлен позвоночник. Ребенку необходимо сделать так же КТ. Но я не хочу на этой грустной ноте заканчивать свое выступление. Ребята, Майк сегодня, спинальник, которого мы прооперировали, сегодня стоял на трех лапках, четвертую поджимал. Но факт тот, что он уже стоял после операции, сам стоял. И скоро я выпущу уверенно счастливый ролик, и мы вместе с Вами порадуемся. А пока, простите, друзья, этот ролик с болью и с надеждой на Вашу поддержку и помощь. Давайте всеми силами, всем нашим добром, теплом, милосердием закроем этот страшный год и встретим его с нашими прооперированными, с надеждой, смотрящими в будущее животными. Храни Вас Бог, друзья, я на Вас очень надеюсь, очень. Кроме Вас у меня никого нет. И у этой стаи в две тысячи за спиной никого нет, только Вы. Нормальные, хорошие, добрые, настоящие люди. Спасибо Вам. Спасибо. 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 Спасибо.